Всех приветствую в центре компьютерного обучения специалист на семинаре по учетной записи систем. Кто-то пришел к нам в комплекс радио, мы приветствуем, кто-то подключился по системе вебинар и удаленно участвует в этом семинаре, кто-то будет смотреть этот семинар в записи, тех тоже приветствую и, наверное, включая самого себя, тоже, наверное, посмотрю, как записалось. Меня зовут Сергей, Клевогин Сергей Павлович, и если записались на семинар, наверное, вы знаете, что есть сайт специалиста, может быть, сходили, меня там нашли. Написано, что работаю специалистом, читаю различные курсы, в основном курсы по безопасности читаю, хотя и курсы Microsoft тоже читаю, пожалуйста. Я эксперт по серверной инфраструктуре от компании Microsoft, и я инструктор, сертифицированный тренер Microsoft. Есть такая компания EC-Cancel, или EC-Cancel, совет по электронной коммерции, тоже курсы предлагает, я там тоже инструктор, и имею статус Certified Technical Hacker. К этому относится наш семинар. Семинар будет по учетной записи System. Наверное, знаете, что в компьютере есть учетные записи. Когда вы компьютер включаете, вы не просто пароль вводите, там еще логинь пишется, называется учетная запись. А у самого компьютера тоже есть учетная запись, называется системная учетная запись, или учетная запись System. У нее номер 18, про это расскажу. Зачем нужно? Ну, System нужна, понятно, для чего компьютер без систем не работает. Систем это компьютер и есть, компьютер, понятно, зачем нужен. А семинар зачем? Семинар за тем, что специалист, прежде всего, хочет прославиться, чтобы вы послушали семинар, увидели, о, какой хороший учебный центр, записались бы на курсы. А с другой стороны, в центре компьютерного обучения специалист очень много разных курсов. А я читаю курсы по безопасности в основном курсы по этичному хакингу. Целый трек курсов. Этичный хакинг, анализ безопасности, расследование инцидентов. Если программу этого курса посмотреть, то видно, что в какой-то день мы начинаем изучать, как атаковать систему. Хакинг-систему полдня, четыре часа изучаем. И опыт показывает, что студенты пришли хакингу учиться, а вот основ того, что такое систем, как пользователь заходит в систему, не все помнят, не все четко понимают и приходится на курсе по хакингу это рассказывать. Но это же мы на хакинге хотели бы более сложные вещи изучать и хотелось бы иметь, чтобы был такой вот бэкграунд у человека, который придет на курс. Поэтому мы разные семинары проводим. Давайте расскажу одну тему, другую, третью. Эту тему для семинара я выбрал для того, чтобы поддержать курс по этичному хакингу и в частности модуль по хакингу системы. Когда буду проводить курсы, придут студенты, будет вторник, поизучаем какие-то темы. Я скажу, ребята, завтра будем изучать, как ломать систему. Вот чтобы вы совсем не были новичками в этой теме, вот семинар послушайте, узнайте, что такое учетная запись систем, какая она бывает, и там уже нам будет понятнее, как теперь с этой системой бороться. Таким образом, наш семинар, он как бэкграунд к этому курсу, ну и самому по себе всегда хорошо знать, что за учетная запись систем такая, потому что она уж точно есть, и, конечно, надо понимать, что это такое, откуда она берется. Как у нас будет программа? Озвучим основные термины, которые вы, должно быть, уже знаете, а если не знаете, мы освежим. Выясним, почему 18 номер. Пройдемся по типам входа в систему. Оказывается, в систему можно по-разному уходить, и вроде бы так-то оно понятно, что можно зайти локально, можно по сети, мы это детально отсудим. Естественно, учетная запись, самое главное в компьютере систем, она тоже как-то в систему входит. Разберемся, как систем входит в систему, и увидим, как даются разрешения на эту учетную запись. А в конце я веселый человек, люблю посмеяться, пошутить. Мы обсудим возможности интерактивного входа учетной записи систем, как такое может быть, я вам покажу, расскажу. Будут какие-то вопросы, дополнительно пообсуждаем. Итак, начинаем. Если говорить про IT, любые информационные технологии учить, то должна быть какая-то отправная точка. Должно быть какое-то определение, которое порождает все. Например, если учить геометрию, то там есть отправная точка, отправное определение, это определение точки. Открываем учебник Погорелова, там написано, вот, точка, она порождает все. Далее определение точки, что это такое, потом выяснилось, что из точки складываются прямые, прямые обладают свойствами, треугольниками, окружностями. Но точка это вот самое главное, от чего пошла геометрия. Для меня все, что в IT есть, отталкивается от термина «система». Вот система – это совокупность взаимосвязанных компонентов, то, что нужно хорошо помнить, ну и мы это помним и знаем. Также много говорится на разных курсах по безопасности, по основам безопасности, об аутентификации и авторизации. Что такое аутентификация, что такое авторизация, это можно долго об этом разговаривать, можно объяснять в различные тонкости. Ну, и так интуитивно всем понятно, аутентификация – это когда вы пароль вводите, аутентификация называется. А авторизация – это когда вы пароль ввели, зашли в систему, хотите выключать фаервол или устанавливать игрушку, а вам говорят, нет разрешения, зовите администратор. Если у вас есть такое представление об аутентификации и авторизации, сейчас уже достаточно, хотя, конечно, эту аутентификацию и авторизацию лучше детальнее поизучать, чем, собственно, мы займемся, про аутентификацию чуть подробнее, чуть позже расскажу. Когда даются разрешения на какой-то ресурс, это по-научному называется DACL – Discretionary Access Controller List – список контроля разделенного доступа. Вот я вам его могу показать. Вот возьмем вообще самый любой ресурс. Вот, например, есть у меня слайды, показываю файлик. У кого какие разрешения на этот файл? Правая кнопка «Свойства Security», вот написано «Сергей Клевогин», только он может смотреть. А все остальные могут смотреть, только если Сергей Клевогин вам покажет. Называется DACL, здесь дается разрешение, и, естественно, этот DACL используется для авторизации, потому что уже вас признали, что вы не Сергей Клевогин, или вас признали, да, вы Сергей Клевогин, авторизация. Теперь, кто такой Сергей Клевогин по-научному? Он «Принципал». «Принципал» – это тот, кто претендует на ресурсы. Тот, у кого есть идентификатор безопасности. Сид – Security Identifier. Мы можем посмотреть пользователей, которые есть в системе. Я могу по-разному смотреть на пользователей, которые в системе есть. Вот я пользователь-администратор создал. Я сейчас могу посмотреть, какие пользователи в системе есть. Есть админ, есть администратор, гость, студент 1, студент 2, студент 3 – это все пользователи. Они принципалы. Почему? Они могут претендовать на доступ к ресурсам. Студент 2, студент 3 могут подключиться к моему компьютеру и попытаться прочитать вот эти слайды. Их система не пустит, скажет, мы вас узнаем, вы студенты, а только Сергей Клевогин, то есть админ имеет сюда право доступа. Вот, можно еще вот так смотреть на принципалов. Там в Таснастке есть, локальные пользователи группы. То же самое, только чуть-чуть больше информации мы имеем. Есть пользователь админ, администратор, гость, студент, они выключены. Но, когда мы предоставляем разрешение в этом списке контроля разделенного доступа на доступ к ресурсам, мы используем не имя. Мы используем не имя входа, не пароль, не что, не все остальное. Используется специальный идентификатор безопасности. Вот так сразу вы его посмотреть не можете. Вы можете посмотреть вот имена. Здесь вы можете посмотреть, вот я могу посмотреть там описание, членство в группах, могу посмотреть, какие у меня разрешения, если я буду через ВПН куда-то там подключаться, номер телефона где-то можно здесь вбивать. Но самого главного здесь нет. А что самое главное? Самое главное, то на основании чего даются разрешения. Это SID, Security Identifier. Вы можете посмотреть свой SID с помощью утилитки «Кто я есть?». Who am I? Если показать, вот who am I user? То я увижу свой SID. И вот когда вы пишете вот этому пользователю, можно иметь доступ к ресурсам, то дается разрешение на вот этот SID, а не на имя, не на фамилию, не на имя входа, не на телефон, не на все что угодно. Вот тот минимум, который вам нужно знать, что такое система, аутентификация, авторизация, список контроля доступа. И те, кто претендуют на ресурсы, это принципалы. Претендовать могут не только учетные записи пользователей группы, принципалы учетные записи компьютеров тоже могут хотеть иметь доступ к ресурсам, а идентификатор безопасности – то, что уникально идентифицирует принципалы. Давайте разберемся, почему система номер 18. Чтобы понять, почему система номер 18, нужно понимать структуру SID. Возможно, многие из вас, которые сейчас семинары смотрят, не знают структуру этого SID. Может быть, кто-то знает, но когда на курсе по хакингу я спрашиваю у ребят, а как есть смысл рассказать, из чего SID состоит? Больше половины группы всегда говорят, да, расскажи, а то что-то мы или не знаем, или подзабыли. Я вам сейчас это расскажу. SID – идентификатор безопасности, который идентифицирует уникально пользователя в системе, и появляется в момент создания, всегда начинается с буквы S. S – это слово security, чтобы отличить этот идентификатор от других идентификаторов. Дальше идет один. Единичка – это версия SID. Здесь нам хорошо, версия SID только одна. Может быть, когда-нибудь выйдет вторая версия. Дальше 5.21 – это источник SID. Кто этот SID создал? Windows всегда ставит 5.21 – это идентификатор Windows. Дальше идет идентификатор локального домена. Вот эта вот часть – идентификатор локального домена. Домен – это то, что объединено одним домом, одним каталогом. В данном случае, если мой компьютер локальный, то у всех пользователей идентификатор локального домена совпадает. Посмотрю у всех пользователей. У всех этих пользователей SID всегда вот так вот будет начинаться. Если же у нас домен, может быть, знаете, что такое домен. Это компьютеры объединяются под контроль какого-то выделенного сервера. У меня есть такой сервер. Вот так выглядит контроллер домена, и так выглядит управление. Пользователи компьютера. Администратор открывает, видит пользователей, видит компьютеры, которые вступили в домен. Вот пользователи, вот какая-то Шейла, Мартин. У меня вот тут есть из компьютеров. Есть SID 2008 R2, мой контроллер. Есть компьютеры. Так вот, если вы будете иметь домен Active Directory, в данном случае домен всех ком у меня есть, то у всех компьютеров, у всех пользователей, у всех групп, которые присутствуют в этом домене, вот этот идентификатор локального домена будет совпадать. Дальше идет READ, Relative Identifier, относительный идентификатор. Он уникально определяет пользователя внутри этого домена. Вот видите, какой красивый READ 500 у меня. 500 означает встроенного администратора. У администратора всегда READ, относительный идентификатор 500. Существуют так называемые хорошо известные идентификаторы безопасности. По-английски well-known SID. Наверное, неплохо хоть раз в жизни зайти на сайт Microsoft и прочитать вот эту вот статью по хорошо известным идентификаторам безопасности. Вы ее легко найдете, только напишите в гугле «хорошо известные идентификаторы безопасности», и тут же вам будет статья на русском, на английском языке. Тут вот перечислены идентификаторы SID, которые всегда у всех одинаковые. И, соответственно, READ, которые в пределах локального домена уникальны, но хорошо известны. Вот смотрите, если мы долистаем, видите, 1.5.21, потом идентификатор домена, потом 500, администратор. Администратор всегда на 500 кончается. А гость? Гость на 501 всегда кончается. А администраторы всего домена, это целая группа, на 512 всегда кончаются. А еще бывают хорошо известные SID. Вот если я в группе локальных администраторов, SID не имеет идентификатора локального домена. Чего ее иметь? Она и так внутри этого домена, и за пределы этого домена никогда не выходит. Вот у группы администраторов 1.5.32.544 SID. Я считаю, у них плохо запомнить. Может быть, прямо сейчас запомните этот SID. Если нет, может быть, потом запомните. Все наизусть учить не надо, но то, что администраторы 1.5.32.544, а администратор кончается на 500, это любой администратор должен знать, а хакеры подавно. Если поискать систему, какой имеет SID, вот видите, локальная система 1.5.18. SID у нее постоянный. А система, она тоже бывает разная. Система может быть в смысле локал сервис. Система может быть система такая, которая будет использовать эти верительные данные, когда будет посетить служба какая-то. И вот если поискать, что здесь про систему сказано на русском языке. Вот тут система. Давайте посмотрим, какие SID с системой. 1.5.18, локальная система. Вот видите, она кончается на 18. Поэтому она так. Казалось бы, почему 18, а 1.5.21 же все должно начинаться. Мы сейчас посмотрим, какова реальность с системой и выясним, что там 1.5.18 или 1.5.21.18. Посмотрим это на практике. Почему 18 выяснили? Потому что у нее SID постоянен. Давайте теперь разберемся с тем, как эта система сама в себя входит. для этого нужно понимать, а как вообще в систему можно зайти. Это сначала так вот на вскидку можно сказать, а что непонятного, можно зайти в систему интерактивно. Например, есть у меня какая-нибудь машинка Windows 7. я вот Ctrl-Alt-Del нажму, пароль введу и вот в эту систему захожу. Вот я зашел в систему интерактивно. А как еще можно в систему зайти? Кто-то скажет, может быть, можно зайти в домен, а можно зайти локальной учетной записью. Вот сейчас ты в какую учетной запись зашел, локальной или доменной? Ну давайте посмотрим, скажем, UMI. Я администратор компьютера Cech 7. И вот такой вот у меня сид. Я могу сказать, а теперь я могу зайти в домен. Если компьютер в домене, а этот компьютер у меня в домене, я его ввел в домен. Я могу нажать Ctrl-Alt-Del и сказать, я хочу зайти не как локальный администратор, а как зайти как администратор всего домена. всех администратор. И тогда вроде бы пароль тот же, а может быть и другой. Это две разные учетные записи. Та была локальная, та была доменная. А вот это тоже интерактивный вход? Или давайте разделим, что это разные типы входа. Интерактивный локальный, интерактивный доменный. А еще же можно по смарт-карте входить. Знаете, такую службу смарт-карты можно строить компьютер так, чтобы войти можно было по смарт-карте, не по паролю. Тогда как? О, видите, вот. А бывает еще и секондарь логон. Ну, давайте я открою, поуправляю службами. Вот, видите, разные службы есть. Я сейчас не буду затевать работу со службой смарт-карт. Видите, вот служба смарт-карты, если вы ее запуфите, она будет вас встречать по смарт-карте. Ну, видите, сейчас служба вторичный вход в систему, секондарь логон, видите. Если я ее сейчас запущу, то у меня будет возможность запускать от имени другого пользователя команды. Давайте поиграем. Я вот имею сейчас вот такой вот сид. И сижу как администратор всех. А могу сказать, запусти-ка ты от имени пользователя всех 7 администратора командную строку. То есть от локального администратора. Видите, у меня получилось. и теперь кто я здесь. А здесь я совсем другой администратор. Видите, сиды отличаются. Это всех 7 администратор, а это просто всех администратор. Они одинаково называются администраторы, но это разные учетки. Я вот зашел как один администратор и запустил как другой администратор. Могу не как администратор, как любой другой пользователь запускать. Вот это какой вход, интерактивный или нет? Ну, вроде интерактивный, ты же зашел, но какой-то интерактивный, ты через службу запустил. Да, надо бы подумать. А вот разблокируем и снова зайдем. Это как будет? Ну, давайте я возьму и скажу, ну-ка, давай-ка заблокируем. Ок, заблокировал систему. А теперь разблокировал. Это какой тип входа? Кто-то скажет, это вообще не тип входа, это ты разблокировал, но я же пароль вводил. Ну, все равно не вход. Ну, как не вход? Система была недоступна, теперь доступна. Значит, был вход. Понятно, да, как можно спорить, как можно сомневаться, а потом я могу зайти по верительным данным из кэша. Чуть попозже покажу, как это. А еще можно зайти по сети. Мы все умеем по сети ходить на сервера. Вот мой компьютер, который вот здесь называется Teacher. А я вот открою и напишу, хочу пойти на компьютер Сех 2012. Есть вот такой. вот я таким образом могу пытаться попасть на сервер, если там служба сервера есть. Вот если там служба сервера есть, то здесь мне скажут вводил один пароль, я введу один пароль, подключусь, это будет сетевой вход в систему. А еще можно зайти в качестве задания пакетного через планировщик задач, можно зайти в качестве службы, то есть службы же как-то тоже заходят. по RDP можно зайти, это же разные вещи. Видите, у меня логин, пароль спрашивает тех 2012, говорит, зачем ты ко мне приходишь. Администратор, паспорт, вот я туда зашел, он говорит, молодец, ты зашел, у меня нечего тебе дать, но я аутентифицировался на этом компьютере. этот сетевой вход. Но опять-таки сетевой вход бывает без каширования, с новыми исходящими, это что, разные типы входа или одинаковые, есть всегда сомнения. Давайте с этим разберемся, как вообще происходит вход в систему, и как оно, что порождается, и кто здесь главный. Смотрите, чтобы это понять, очень хорошо запустить специальную программку, которая называется Process Explorer. Вы, если такую программу не знаете, легко ее найдете. Вот только напишите в гугле Sysinternals, сходите на сайт Microsoft, и вот это вот Sysinternals, все, что там есть, Sysinternals еще там что-то, можно себе накачать. Много разных утилиток. Вот я говорю о самой первой Process Explorer. Я ее уже себе скачал, поставил. Давайте вам покажу, что в моей системе происходит сейчас. запускается Process Explorer, и он говорит, вот в настоящий момент у тебя вот какая ситуация. Работают вот такие исполняемые файлы, и работают они вот в таком контексте. Вид, выбрать столбцы, покажи имя пользователя. Вот, это работает от системы, это работает от админа, это работает от локального сервиса. Видите, он открывал тут программок. Кто открыл? Админ открыл. Админ это как раз я и есть. А что здесь само работает? От имени системы что-то работает. Здесь мы еще видим иерархию. Если все так свернуть, то система это ядро системы. Она запустилась, она обеспечивает базовые функции ввода-выводы. А еще есть чудесный процесс win-init. Этот win-init работает тоже от имени систем. Эти систем его запустило. Может, даже вот так сделаем. И она запустила сервисы, они нам не нужны. А еще она запустила LSA-SS. LSA-SS это движок системы безопасности Windows. Расшифровывается как Local Security Authentication Subsystem. Или Local System Authority, Local Security Authority на нее говорят. Это LSA-SS. Она получает через win-logan через GINO введительные данные по научному credentials. Мы здесь можем увидеть win-logan он тут же рядышком и win-logan используют различные библиотеки в том числе GINO. GINO сейчас в современных системах не увидеть. Она по-другому называется. А когда 2003 сервер там явно была DLL-ка GINO называлась. Вот так можно ее увидеть. Запускаю Proc Explorer и вот вижу win-logan вот вижу LSA-SS вот вот этот Process Explorer может вам показать какие DLL-ки вызываются исполняемым кодом. DLL Dynamic Link Library это специальные файлы, которые содержат различные функции, уже готовые к использованию программами. Они уже скомпилированы. Например, win-logan использует GINO DLL-ку. А вот LSA-SS использует вот такие DLL-ки подгрузили. Вот одна из них будет LSA-SRV DLL-ка. В этих DLL-ках они видите, где в System32 лежат, уже скомпилированы функции, которые для работы вот этому компоненту нужны. Поэтому сам LSA-SS может быть маленький, как win-logan, но функционал большой. Почему? Потому что все функции размазаны по этим DLL-кам, а он к себе подгружает и вызывает функции, которые там нужны. Если вы хотите посмотреть на то, какие DLL-ки вызывает там другая DLL-ка, то есть вот такая сказка. Смотрите, правая кнопка запустить Depends. Depends такая утилитка, которая зависимости DLL-ек показывает. Вот смотрите, вот LSA-SS движок для аутентификации. Какие DLL-ки ты используешь? Видите, что он не говорит Dependency Walker. Он говорит, я LSA-SS, я вот эти DLL-ки подгружаю. Kernel-32, A2-P32, LSA-SRV подгружаю. А зачем ты подгружаешь? Затем, что волоса-SSRV куча таких функций есть? Видите, программисты знают, какие эти функции. Если не знаете, то не обращайте внимания. Но нужны не все, нужны только вот эти. А эта DLL-ка что-нибудь еще использует? Да, эта DLL-ка подгружает вот эти DLL-ки. И в каждой из DLL-ек она использует такие функции. А вот эта DLL-ка подгружает вот эту DLL-ку и хочет DLL-ек. Правая кнопка, можно сказать, покажи, где она тут. Он говорит, мы в какой-то момент дошли до того, смотрите, как весело, что вот эта DLL-ка подгрузила эту DLL-ку, это вот эту DLL-ку, это DLL-ку, это вот DLL-ку, эта DLL-ка думала, что было бы неплохо ей подгрузить еще и вот DLL-ку, а вот DLL-ки в системе нет. Он говорит, то как же так, я без этих функций теперь работать не могу. Ну, ей может быть и не надо, такое вполне может быть, но, кстати, неплохой ход, если у вас какая-нибудь игрушка не запускается, вы можете вот так посмотреть, увидеть, что игрушка не запускается, ей вот этой DLL-ки не хватает. Пойти в интернет, скачать DLL-ку, положить, где она там должна быть, она может быть заработает. Но вы видите, да, как оказывается сложно устроена Windows. Всего лишь одна изэшка, и вот сколько разных DLL-каналов вызывает. Но суть не в этом. Суть в том, что вот это вот LSSSS, она вызывает Winlogan, Winlogan подгружает разные библиотеки, одна из библиотек говорит, пользователь, давай вводи логин-пароль, и я передам этот логин-пароль через канал связи в LSS. LSS это у нас Local System Authority, главная система безопасности. Она разберется, можно тебе входить или нет. Вот так устроена Windows аутентификация. И давайте пройдемся по типам входа в систему, так, чтобы уж по-научному. Как об этом думает Microsoft. Не так, как я себе представил, а так, как оно на самом деле. Как оно на самом деле надо читать на сайте MSDN для разработчиков. Если вы пойдете на сайт MSDN Microsoft, то там есть отдельная статья, которая говорит, если вы будете программировать программы, то используйте вот такой класс. Win32 Lagoon Fashion класс. Может быть его, может быть другой, не обязательно, это просто к примеру. У этого класса такая структура. Тут какие-то данные данные, а в самом вот если вам нужно событие входа определить, сгенерировать, то пишите этот тип входа в момент установки сессии вот в такую структуру, вот в такое поле. Здесь же определены типы входа, которые этой структурой подразумеваются. Начинаются они с нуля. Ноль это тип входа, который используется системным аккаунтом. Это я вам сразу покажу. Здесь у меня какой-нибудь сервер. На этом сервере у меня есть логин. Их можно вот так вызвать event viewer. МСС можем дописать. Просмотр событий в журнале безопасность показывает, что в системе происходило. Кто входил, кто выходил, кто хотел зайти, не получилось. Это одна из первых эти учетная запись была успешно зашла в систему. Тип входа ноль. Это кто зашел, это систем зашла. Когда систем заходит в систему, тип входа ноль. Но если дальше, дальше идет двойка. Почему? Потому что тип входа один неизвестен. Может кто-то будет использовать, может быть когда-то оно и будет кем-то использоваться, но MSDN в описании класса Win32 Logon Session об этом типе не знает. Я открыл сайт Microsoft, читаю, и здесь мне написано тип входа бывает ноль, используется системным аккаунтом, и потом сразу двойка пошла. Давайте пропустим первый тип, раз даже Microsoft о нем не знает, и пойдем по типам, которые MSDN описывает. Тип входа два интерактивный вход. Когда вы зашли интерактивно, генерируется в журнале безопасности событий, что вот такой-то пользователь зашел в систему, ему предоставлен контекст безопасности и доступ к ресурсуну в соответствии с этим контекстом. Это тип входа два. Вы зашли интерактивно. Давайте я вам покажу это в реальности. есть у меня сервер. Кем я тут сижу? Я сижу как пользователь администратор. Сколько время? 9.04. Ну, это в каком-то часовом поясе. В реальности у нас 7. Ну, пусть допустим так. У нас есть разные пользователи. Вот есть пользователь мурзик, я его заранее создал. Пусть этот пользователь мурзик сейчас 9.04 зайдет в систему, залогинится. Он зашел интерактивно. И соответственно событие входа в журнале я увижу, оно будет иметь тип 2. Давайте проверим. Вот 9.04 я зашел, да, вот он. Вот здесь вот у событий есть идентификаторы. 46.24 лагон. Это значит пользователь зашел в систему. Вот если сейчас посмотреть какой был тип входа и кто зашел, тип входа 2. А кто зашел, мурзик зашел. А кто его пустил, система его пустила. То есть пришел пользователь мурзик, сказал учетная запись систем. Можно я зайду? Систем говорит, я как раз ЛСА для этого себе подготовила. Давай говори логин пароль. Ввел логин пароль, тип входа 2, интерактивно зашел. Здесь есть тонкость, пожалуйста, не путайте протокол аутентификации и тип входа. Смотрите, как красиво на технете нарисовано. Если в библиотеке технетовской покопаться, картинку можно найти. Там написано, что аутентификация выглядит так. Есть ЛСА Local System Authority или Local Security Authority. Есть WinLogan. WinLogan DLG цепляет, как и ЛСА собственно. А одна из этих DLG рисует вам нажмите Ctrl Alt Д введите пароль. Вот вы вводите логин пароль, передается этот логин пароль в ЛСА, которая в контексте учетной записи систем работает. И дальше уже начинается не тип входа. Дальше уже начинаются протоколы аутентификации. Windows как мы видим различные протоколы аутентификации поддерживает. Это NTLM, это Kerberos. Но есть еще DLL Secure Channel. Можно зайти по сертификатам TLS SSL. Можно использовать Digest аутентификацию. То есть NTLM Kerberos два базовых протокола аутентификации, но можно расширяться до дайджеста аутентификации до аутентификации по сертификатам. И при этом это все равно будет интерактивный вход. Дальше смотрим на схемку. Видите, если вы аутентифицируетесь по протоколу NTLM, как сейчас сделал я, если нет домена, или по протоколу Kerberos, если есть домен, то у LSA два варианта. Либо зайти через DLL Dynamic Link Library сам SRV в сам Security Account Manager и там проверить соответствие логина-пароля учетки, которая в САМе прописана. Знаете, что такое сам? Выдели его когда-нибудь? Наверное, неплохо хоть раз в жизни на него посмотреть. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Вот я возьму на компьютере, где семинар провожу, на диск C зайду, тут есть Windows, и тут есть System32, и тут есть Config. А в Config лежит файлик, называется SAM. Вот это не что иное, как вот этот Security Account Manager, куда LSA обращается, чтобы логины, пароли пользователей посмотреть. Да, вы не можете его открыть в блокноте и так увидеть, но именно отсюда берется информация о вот этих пользователей, которые заведены на моем компьютере. А если у нас домен? А если у нас домен, то используется протокол Kerberos, и по протоколу Kerberos через библиотеку нет логана, через протокол LDAP, через службу каталогов, обращение идет к файлу ntds.dit. ntds это New Technology Directory Service, Directory Information Tree. Есть такой специальный файл. Я вам его быстренько покажу. Если мы зайдем на контроллер, то здесь вот эти все пользователи, которые мы видели, находятся уже не в файле сам, они находятся в файле ntds. Windows, ntds, ntds.dit, вот он Active Director. При этом, с точки зрения входа в систему локального компьютера, это интерактивный вход. А то, что при этом LSA побежала через NetLogan, куда-то, на контроллеры домена, контроллер домена, через свой сервис, залез в этот файл, проверил логин с паролем, сказал, да, одобряю, пускай его администратор, это уже сетевой вход для контроллера домена. А у нас это был интерактивный вход. Вы говорите, я по смарт-карте вхожу, сертификат у меня на смарт-карте. Тоже интерактивный вход, видите, здесь различия не делается. Даже будете удивлены, но если зайти через RANAS secondary логом, это все равно тип входа интерактив. Давайте проверим. Вот смотрите, вот у меня есть сервер 12-й, и вот сейчас только что я зашел как пользователь музык. Вот смотрите, who am user. А теперь говорю RANAS пользователь администратор, запусти мне командную строку. Говорит, пароль знаешь администратора? знаю. вот теперь кто я здесь? Я здесь уже видите администратор. Пользователи разные. Сколько время? 9-10. Идем читать логин. Что было у нас в 9-10? В 9-10 был тип входа. Учетная запись успешно залогинилась. Кто залогинился? Мурзик залогинил администратор. Тип входа 2. Ну, я бы, конечно, сказал бы, Microsoft, зачем вы так делаете? Сделайте отдельный тип входа, что типа он не интерактивно зашел из вот самого вот такого начального экрана. Он раносом зашел. Ну, как мы видим, 9-10 произошел вход, и вот здесь тип входа 2, это был интерактивный вход. Пользователь входил, сопровождающие события, и когда он раносом запустил, тип входа обозначился как интерактивный. Разобрались с интерактивным входом, это очень популярный тип входа, как он работает, и оказывается интерактивный вход, это когда вы зашли и локально, и доменно, и по протоколу НТЛМ, и по протоколу Герберос, и по сертификатам, и по смарт-картам, и через секондр лагон, вторичный вход в систему, это интерактивный вход. А как же еще можно зайти? Можно зайти по сети, тогда это будет сетевой вход. Опять-таки покопайтесь в библиотечке. Технет, Microsoft зайти, у них там есть чудесная библиотека. Что-то по-русски, что-то по-английски, можно много чего тут почитать, я люблю читать, много всего читал, но сейчас читать не будем, нам нужна, по сути, только вот эта вот картинка. Она говорит, что если кто-то хочет зайти по сети, значит, кто-то этот сетевой вход должен обслуживать. А кто будет обслуживать сетевой вход? Сервер. У меня на 12-м сервере, я сейчас это все показываю, есть служба сервера. Я вам ее сейчас покажу. Среди всех служб, программа, которые сами запускаются, есть служба сервера. Эта служба сервера, она говорит, кто хочет, подключайтесь ко мне, я вам могу какую-нибудь общую папку сделать и предоставить доступ по сети. Ну, к примеру, например, сделаю какую-нибудь папку, скажу, здесь будут у меня чудо инструменты и предоставлю в общий доступ. Расшарю со всеми пользователями. Share по-английски делить, поэтому предоставлять в общий доступ, значит, расшаривать. И вот теперь, что происходит, если я претендую на доступ к этому ресурсу. Вот, я могу с какого-нибудь любого другого компьютера к этому ресурсу обратиться. Вот, сижу я где-нибудь, вот, у меня Windows 10. Ну, Windows 10 виртуальной машине с трудом тут, да, что-то притормаживает. Видите, еле-еле открывается. Уснула. Ну, могу взять любую другую систему. Видите, по IP-версии 6 пингуют, по IP-версии 4 пингуют. Ну, и теперь я, допустим, хочу с этого компьютера пойти на другой компьютер. Или, что-то у меня побыстрее работает, с хостовой машины я уже ходил, пойду на другой компьютер. Попробуем. Просто я уже ходил на этот сервер 2012. Ну, видите, он мне сразу пускает. Помню, что я залогинился. Ну, кстати, тут же и проверим. Зайдем на этот 12 сервер и скажем 12 сервер к тебе по сети ходили. Что ты о себе об этом думаешь? И вот что он тут скажет. Успешно кто ко мне логинился. Ну, это пока тип 5. Про него чуть попозже. Можно вот так сделать в детали зайти. И где тип входа можно поднять, чтобы он отображался. Лагун Type. И теперь сделать еще и так. Текущий лог отфильтруй. Видите, 46.24 значит кто-то в систему зашел. Только 46.24 мне показывают. Вот видите, различные типы входа мне показывают. Вот интерактивный вход. Вот сейчас до 5 дойдем. Давайте вот так вот сделаем. Допустим, кто-то хочет туда подключиться. Я когда подключился к компьютеру, видите, у меня вот тут 7.2012 подключение есть. Я могу сказать все подключение. Но это допустим не надо. Может пригодиться. И сейчас у меня вот подключение вот такие вот есть. Я на 7.2012 не подключился. А если я теперь захочу подключиться, скажу по идее на всех 2012 на C со знаком доллара прям хочу. И давай я знаю пользователя. Я вот аутентифицировался на той системе, что система скажет по этому поводу. после того, как меня пустят или не пустят. Здесь будет тип входа 3. Вот такой он будет. Кто-то по сети зашел. Это я до этого по сети ходил. Он говорит по сети зашел администратор. Это когда я заходил и эти тусы мне были доступны. Соответственно если я пытаюсь туда подключиться, у него допустим прав нету, я говорю хочу подключиться, давай, ты уже один раз подключился, здесь нет юс убрал, а там еще не закрыл. Но если все получается, то как мы видим сетевой вход номер 3. Можете поэкспериментировать, зайти по сети, его увидеть, это два самых популярных типа 2. Но как мы видим, есть еще 4. 5. Нам чтобы было понятно, что происходит, смотрите, как красиво. Я со своей машины через службу SMB клиента через протокол TCP IP по проводам подключился на сервер. Сервер принял мой запрос, через TCP IP отправил серверу. И вот здесь уже сервер так должен подружиться с LSA, чтобы LSA в NTLM спросила, есть такой пользователь, администратор или Мурзик или кто там еще, и получил ответ, можно или нельзя. И потом уже сервер говорит, да, мне LSA разрешило, я тебя пускаю. Или LSA не разрешило, не пускаю. Вот такая связь у службы и у механизма аутентификации. Это в принципе другой подход. Это я уже по сети, через службу сервера, через другую службу подключился, называется сетевой вход. А есть еще тип входа 4. 4 означает вы зашли через планировщик задач. Видите, есть такая команда, называется add. Раньше была называлась add. Сейчас видите, говорит, все устарело, вместо этого используйте shadow tasks. Это еще не устарело, ее можно использовать, а эти показывают, какие у меня есть задачи. Мы можем планировщик задач по-разному открывать, task shadow можно написать, ну или как вы любите из панели управления, средства администрирования его доставать. Видите, есть задача. Давайте поиграем, создам задачку и скажу, пусть это будет лабораторная работа, запусти ко мне один раз, что тебе запустить, когда запустить. Ну вот запусти через минутку, будет 9.21 или 9.22 будет, даже вот так вот сделаю. Запусти мне программу, какой тебе программу запустить. Ну неважно, вон калькулятор запусти. Хорошо, запущу калькулятор и что? И все. А от кого запустить калькулятор? А калькулятор запусти от этого пользователя, от пользователя Мурзик. Я может быть сижу тут пользователем Мурзик, может быть сижу пользователем администратор, но в данном случае, видите, я говорю от имени пользователя запусти. Здесь я могу это поменять, сказать, зачем Мурзик администратором запусти. Администратор хочет запустить калькулятор. И пусть я вот сижу как пользователь Мурзик, а калькулятор будет запущен от имени администратора. Вот так вот могу сделать. Ну и теперь, если вот буду искать, у меня есть задачка. Вот есть задачка. Мурзик сказал, когда будет 9.22, то при условии каких-то ограничений калькулятор запустит. Ну и различные условия, если она уже запущена, запускать или нет. И все такое. Можно в диспетчере задачу увидеть, сейчас наступит время, запустится она или не запустится. 9.22 я заказывал, будет тут калькулятор или не будет. Получится, не получится. В конце концов, я могу попробовать запустить ее вручную, сказать, дай-ка ее вот тут вот запусти. Да, и она говорит, хорошо запущу. И если планировщик задач у нас отработает, и задача здесь в планировщике задач запустится, как я тут поиграл, все у меня получилось, то вот это вот служба планировщика задач, вот если что-то запускается, у него будет тип входа 4. Вход в качестве пакетного задания. Давайте попробуем. Вот у нас есть есть какая-то задача. Я ее говорю, я, будучи таким пользователем, а пользователь не залогинился, все равно ее запускает имени администратора. Один раз такое-то время, но здесь есть галочка, если кто так запустит, без времени, тоже запускай. разреши ее запускать по запросу. Вот это галочка. Можно не ждать время. И вот теперь он говорит, скажи пароль администратора, потому что если он залогинился, то чего что-то. А вот он, допустим, не залогинился, я здесь пароль ввожу. И теперь время приходит, допустим, там 9.23, она запускается. Если посмотреть, видите, калькулятор висит в процессах, администратор его запустил. Мне это не важно. Мне важно, что будет в журнале безопасности. И сюда написано тип входа 4. Кто залогинился? Персонация, администратор залогинился. Как он залогинился? В качестве пакетного задания. Что он делал? Калькулятор запускал. То есть он не так вот зашел, логин, пароль вводил, не по сети, никак, а через вот этот планировщик задач он зашел. Это отдельный вид входа 4. Понятно, да? Идем дальше. Дошли до 5 типа входа. Сервисы это такие специальные программы, которые сами стартуют. А от кого они стартуют? От локальной системы. Можно от любого другого пользователя запустить? Давайте попробуем. Вот у меня тут есть служба. Пусть будет какая-нибудь не очень ценная служба, которую я мог бы использовать. Какой-нибудь вот Application Identity? Application Identity, наверное, плохо. Почему? Потому что оно запускается в сервис-хосте, а этот сервис-хост, он может еще что-то цепляет. То есть, несколько служб в одном процессе крутятся. Не знали, да, что так бывает? Я вам покажу. Вот смотрите, диспетчер задач, откроем. Видите, у нас есть сервисы и есть процессы. Вот процессы имеют идентификаторы и сервисы в процессах работают. Вот, допустим, все, что работает, все работает в процессе. Вот можно сказать, вот спуллер. Правая кнопка Go to Process. Перешли к процессу. Вот он здесь. Правая кнопка Go to Service. Вот видите, она одна. А если я зайду в какой-нибудь сервис-хост, правая кнопка Go to Service, то, видите, тут сразу две службы работают в одном процессе. Поэтому, если я хочу экспериментировать и перевести службу в другой контекст безопасности, мне надо либо сразу все службы, которые связаны, либо выбрать такую, которую сейчас увидели, да, вот спул сервер, она типа одна. Вот, принц-пуллер, видите, она спул свэ, и, видите, лагон. Она от имени системы запускается. Играем. Говорим, давай, как будто бы ты не от системы запускаешься, а от пользователя запускаешься. Вот я создал пользователя, специально назвал Мурзик, чтобы его сразу было видно. Ну, если Мурзик, значит, это я что-то делаю. Пароль Мурзика мы знаем. Применяем. И вот, видите, он говорит, Мурзику разрешаем от имени сервиса логиниться. И вот, примечаем время. 9.26, стартую службу. Она говорит, что-то не так. Посмотрим еще раз. Зайди, как пользователь. Давайте еще раз. Пользователя выбрали. Пароль ввели. Запустили. Не хватает привилегий. Давайте другую выберем. Пункция какой-нибудь Может быть, вот это вот. Все установлено. Может быть, вот это вот. Введем пароль. Применим. Запустим. А, видите, он говорит, еще кто-то крутится, поэтому нельзя. Надо выбрать такую службу, которая одна крутится. Ну, кстати, может быть, уже в логах что-то появилось. Давайте посмотрим. Вот, видите, тип службы 5. Аккаунт залогинился. Кто залогинился? Мурзик залогинился. Ну, может быть, служба запустилась, не запустилась, это ее проблемы, но, видите, да, что аккаунт успешно залогинился с типом 5. И какой аккаунт? Мурзик. Я зашел в систему, пароль был правильно. Ну, и мы можем посмотреть достаточно популярный тип входа, логон type, как только система планировочных задач, как только сервис, какой стартует, логон type 5, это значит, что-то из этого запустилось и зашло от имени системы или какого-то другого пользователя, видите, может даже самому пользователя назначать. это вот тип входа сервис. Но в систему можно зайти еще раз. Есть тип входа 6, прокси, но он, правда, не поддерживается. Его МСД не написано, не поддерживается, если читать статьи, они его вообще пропускают. я даже не поленился. Специально поставил прокси-сервер, прокси-сервер это такая программа, которая принимает подключения и отправляет их дальше. Я говорю, дай-ка я поиграюсь, посмотрю. И прокси-сервер говорит, если хочешь, давай учетную запись Windows и буду проксировать только после аутентификации этого пользователя. Видите, он может сказать, я буду выполнять прокси, если IP-адрес клиента будет такой-то или если там еще что-то будет. А вот можно выбрать аутентификацию Active Directory Windows. Я сделал, он все входит, все проксируется, смотрю влоги, а нет ничего в логах. А как же так? Тип входа 6 должен быть, я же через прокси зашел. Это какой-то не наш Microsoft, это чужой прокси. Но тип входа есть, в принципе он мог бы быть. Но видите, прокси-сервер, он говорит, я сам свое журналирование веду. Если тебе нужно смотреть, кто аутентифицировался на мне, ты в Windows не ходи, ты ко мне в журналирование ходи. Понятно, поэтому прокси не поддерживается, но он есть, если в MSDM почитать, там написано. А вот тип входа 7 есть. Тип входа 7 это когда вы заблокировали и разблокировали рабочую станцию. Это же интерактивно. Нет, не интерактивно, это называется 7 Unlock. Ну-ка, давайте проверим. Вот у меня есть рабочая станция. И вот я взял эту рабочую станцию, ну, или сервер. Сейчас заблокирую. Я могу здесь по-разному это сделать. Может быть, вот так вот отправлю. Может быть, вот так вот. пользователь заблокировал. Теперь жмёт Ctrl-Alt-Del и разблокировал. Читаем, что пишет нам система в журнале. Он говорит, только что пользователь с типом 7 зашёл. Видите? Кто зашёл? Мурзик зашёл. Он, значит, разблокировал рабочую станцию. Вот если семёрка, значит, станция была разблокирована. Это тоже отдельный тип входа 7. Но и это ещё не всё. Есть тип входа 8. если кто-то зашёл по сети, но использовался не протокол аутентификации Ntlm, Kerber, который пароль шифрует, а пароль передавался в открытом виде. Тогда тип входа будет 8. Я вам сейчас покажу. Вот на 12-м сервере, который у меня вот тут есть, давайте я перелогинюсь, сюда пойду и зайду как пользователь администратор, чтобы нагляднее было. Пользователь администратор зашёл и у него тут есть сервер, который принимает пароль в открытом виде. Пароль в открытом виде может принять, например, веб-сервер. Веб-сервер это специальный сервис, на котором можно делать сайты. Когда вы на сайт приходите, вас встречает веб-сервер. Это может быть Apache, это может быть EIS, Windows есть EIS. И вот на этот SEA 2012 сейчас можно зайти в протокол HTTP. И совершенно бесплатно можно смотреть сайт, который тут есть. Пусть он какой-то не очень большой по умолчанию, но он есть. А теперь я могу сказать, всё, закончилась анонимная аутентификация, выключая её. если кто хочет прийти на этот SEA 2012 и насладиться содержимым сайта, пожалуйста, базовую аутентификацию включаем. И тут же веб-сервер говорит, что ты делаешь, это небезопасно, в открытом виде будет передан пароль, зачем? Я говорю, не переживай, мне учиться. Хорошо, теперь проверяем. Я зайду куда-нибудь в интернет и пойду теперь не на сайт Microsoft, а пойду на SEA 2012. Он мне говорит, ты кто такой, что ко мне приходишь, как тебя зовут? Я говорю, я знаю логин, пароль вот этого пользователя. Он говорит, о, совсем другой разговор, смотри, какой прекрасный сайт. Вы видели, да? А теперь скорее проверять. Зайдём, покроем просмотр событий, я его так люблю открывать, может быть, вы по-другому открываете, как хотите. Вот видите, да? В журнале безопасность, кто логинился? Мурзик логинился. Какой тип? Восьмой тип. Кто разрешил? Вот пул приложений веб-сервер разрешил. То есть EIS запустил пул приложений, который обрабатывает запросы. И вот после того, как я к нему подключился, аутентифицировался как пользователь Мурзик, тип входа восемь, всё, как написано на сайте Microsoft. То есть, если зашли по сети, а протокол передавал в открытом виде пароль, например, базовая аутентификация в EIS, то тип входа будет уже не сетевой, который мы видели, да, номер три, а тип входа будет восемь. Ну, их всего десять, так что ещё немного осталось. Девятый тип входа это новые верительные данные. Вот, помните, я Ранасом показывал, и Ранасом я запустил от имени другого пользователя командную строку, и мы видели, что там был интерактивный ход. Помните, в самом начале. Но, у этого Ранаса есть опция нет only. И вот, если вы так запускаете, то у вас уже будут другие верительные данные, когда вы будете подключаться по сети. Смотрите, я вам это покажу наглядно. Вот, сижу я как какой-то пользователь, как пользователь администратор. Я запускаю как пользователь Mursic командную строку. И вот, теперь я сижу как пользователь Mursic, он совсем другой. И давайте посмотрим, какой был тип входа. это был тип входа второй интерактивный администратор превратился в Mursic. Теперь Mursic, допустим, хочет превратиться в администратора обратно. Но, как он это будет делать? Смотрите, я, значит, тут Mursic. Кто я такой? Я Mursic. Нет, use feature Mursic. Mursic. говорит, давай-ка я подключусь от имени администратора. Runas user administrator и опция была нет only, только для сети. Запусти еще раз. Запустилась еще одна командная строка и кто я здесь? Видите, все равно Mursic. Все равно Mursic. Так я же рано там запустил администратора. Да, администратор будет иметь смысл только когда ты пойдешь по сети. Видите, точно так же написал. Видите, successfully меня пустили. Почему? Потому что я администратор. Так вот же who am I? Mursic. Нет, это я здесь Mursic. Если я калькулятор запущу, он от Mursic запустится. А вот если по сети пойду, тогда буду администратором. Вот в чем смысл не тон ли утилитки Ранас. Это тоже секондри-логон. Так вот, в этом случае это уже видите новые credentials тип входа 9. Давайте проверим. Вот у меня тут есть логин. Я обновляю. И тип входа 4624. Видите, тип входа 9. То есть был Mursic превратился по-прежнему в Mursic но когда пойдет по сети он там будет администратор. Тип входа 9. В логе даже не написали, что я администратора пароль вел. Еще парочка осталась. 10. Remote Interactive. RDP. Наверное, надо отдельный семинар сделать и сказать, ну-ка, давайте потратим часок детально со службой терминалов разберемся. Но не будем, наверное, делать такой семинар, потому что по этому делу даже курсы есть. Ну, проверить всегда можно. Давайте так, оклемалась у меня тут система, нет? Вроде бы ей полегче стало, да? или совсем давай вот так вот МСТСЦ и скажу, дай-ка я зайду по RDP куда-нибудь на сервер. Ну, как-то не очень, да? Ну, всех 2012. Захожу по RDP, пароль администратора знаю. Был на десятке, зашел по RDP на 12 сервер. Ну, не принципиально откуда захожу, да? Захожу, выхожу. Мне просто интересно логи почитать и проверить, что правда ли это тип события 10. Идем обратно, зашли и смотрим, как я тут логинился. вот так вот лучше пройтись и десятый тип увидеть. Ну, видите, да, вот, если по времени посмотреть, как раз в это время десятый тип входа логов отключился. Точно так же десятый тип входа логон подключился. Ну, вот, кто зашел, 1,5,18 СИН СИСТЕМ кого пустило, администратора пустило. СИСТЕМ пустило администратора как интерактивно, нет, по РДБ пустил. У нас сейчас речь не идет о привилегиях, которые будут у пользователя и о правах, которые будут пользователя после аутентификации. Мы сейчас разбираем типы аутентификации до 10 типа дошли. Ну, и последний тип, мы там один пропустили. Первый. Всего я там 10 насчитал. Одиннадцатый тип кэшет интерактив. Вот, смотрите, есть у меня контроллер домена. Вот здесь у меня есть пользователь, дайте я здесь его тоже создам, скажу, вот есть пользователь, пусть его зовут Мурзик. И вот этого пользователя Мурзик, пусть будет какой-нибудь пароль, я вот его создал. Понятно, да? И вот есть у меня рабочая станция, пусть Мурзик на эту рабочую станцию зайдет. Знаете, чтобы не было никаких претензий, почему-то пользователь логил, пошел по лес, смотреть, чтобы мне потом не перелогиниваться, я сделаю его администратором домена сразу, не принципиально, просто для ускорения. Ну, теперь говорю, вот моя семерочка, она в домене. Здесь я выхожу из системы и захожу в нее обратно. Но захожу уже как пользователь домена всех, и пользователь создал себе Мурзик. Вот он залогинился. Какой вход в систему? Вход в систему интерактивность. А на контроллере домена какой вход в систему? Там, наверное, сетевой. Хотя, давайте проверим. Вот у нас 7.43 уже открываем логин, я зашел в систему, я администратор домена, стало быть администратор локальный, зашел тип входа, вот я вот тут залогинился, вот видите, интерактивно зашел. Если здесь логи прочитать, по верительным данным из кэша, как тут кто зашел, давайте проверим, журнала Windows безопасность, кто логинился, 46.24, вот, успешно залогинилась машинка, специальный вход, вот, Мурзик зашел по сети зашел, то есть на контроллер он зашел по сети, а у себя он зашел интерактивно. Так вот, что будет, если он сейчас выйдет из системы, и потом зайдет обратно, и вот когда он зайдет обратно, контроллер домена будет недоступен. Вот он заходит обратно, да, вот его пускают, его пустят, да, ему ресурсы будут недоступны, но зайти и поиграться он сможет. Называется вход по верительным данным из кэша. Ну, давайте посмотрим, в деталях может быть смотреть интерактивно. Потом зашел лагун type на хорошо. Это значит интерактивно сюда зашел. Теперь, если он еще раз выходит, еще раз заходит, контроллер домена доступен, да, он на контроллер домена обращается, снова читаем, что у нас там в логах, снова видим, зашли интерактивно. Вот видите, зашел лагун type 7 разблокировал аккаунт. А вот видите, тип 11, видите, да, аккаунт успешно залогинился, мурзик, лагун type 11. Что это означает? Это означает, что он не бегал на контроллер домена. То есть, то ли у него там связь была какая-то плохая, то ему подумалось, о чем мне бегать без конца на контроллер домена. Если зайти local machine, то тут есть security. Security, можно сказать, давай от администраторов ничего скрывать не будем. Он говорит, ладно, тогда у меня есть кэш. Вот видите, да, всего есть 10 кэшей. Один из них, первый, заполнен какими-то циферками. Это хэш-пароли вот этого пользователя. И теперь, если контроллер недоступен, то можно зайти по верительным данным из кэша. Называется вход по верительным данным из кэша. В реальности видели, зашел пользователь Mursic, тип входа 11. Вот основные типы входа, которые только могут быть. Наверное, не нужно думать, я потом запомню, можно сразу запомнить. 2. Интерактивный, 3. Сетевой, 4. Пакетный, 5. Вход в качество службы, 6. Прокси, который не поддерживается, тип 7. Разблокирование рабочей станции, 8. Зашли по сети, передавая пароль открытым текстом, 9. Новые верительные данные сетевые, Ранас не Тонли, 10. Зашли по РДП, А 11. То, что сейчас посмотрели. Если сейчас контроллер домена отключить, пользователь все равно зайдет. Давайте поиграем. Вот у меня есть контроллер домена, с ним что-то случилось. Он сейчас недоступен. Я его останавливаю. А теперь есть пользователь, вот он вот тут сидит, Мурзик. он допустим перезагрузился или еще там что-то с ним случилось, и он заходит обратно. И вот он говорит, я пользователь Мурзик. Система скажет, что-то я тебя не знаю, Мурзик домена. А куда он зашел обращаясь? Вот как я показывал в реестре Local Machine, Security. Вот он сюда обратился. То есть не в сам полезло LSA, чтобы искать среди локальных пользователей. Среди локальных пользователей Мурзиков нет. Смотрите, нет вюзер, есть Мурзик, нет Мурзика. Мурзик там, в домене. А контроллер домена выключен недоступен. Ничего страшного. Вот зашли. Понятно, да, теперь? Ну да, теперь тип входа ноль. Как же в систему входит сама система? Понимаете, да, что ни в сами, ни в NTDS нет пароля для учетной записи систем. А как же она входит? В досье отвечает Security Reference Monitor, монитор ссылок безопасности. Это такая компонента, которая есть в ядре Windows. Когда Windows включается, SRM прогружается, и в этот момент система логинится. И больше уже все никак. Вот система зашла, она породила LSA, и дальше уже LSA говорит, вот теперь все остальные заходите. Я могу запустить от имени систем сервис, я могу от имени систем что угодно запустить, но это будет как 4 пакетный тип входа. Я могу запустить службой, я могу сервис запустить, или пакетное задание от системы запустить, я вообще что угодно могу делать, я систем, я все в системе могу. Тип входа система вот здесь, а все остальное идет через вот это LSA. Кто не видит, Microsoft, ресурсы, документация по Windows NT, открываем, читаем, изучаем, видим, сколько на сайте Microsoft, сколько тут глав, еще и аппендиксы, NT Security, как она устроена, здесь все написано, я все прочитал, вам вкратце перескажу. У системы есть разрешение, какой любой учетки. Действительно, я вот могу зайти и сказать, вот у меня есть какой-нибудь ресурс, вот дай-ка я запрещу учетной записи систем доступ к этому ресурсу. System, deny, apply, он говорит, хорошо, систем сюда не лазает, если что, систем сюда не будет иметь доступ. Пожалуйста, системе, может быть, сюда и не надо ходить, но если вы сделаете вот так вот, систем на LSI SRV DLL, давайте поставим тебе deny, то все, потеряете свой сервер, на реальной машине не продавайте, а на виртуалке пожалуйста. Так, сделайте какую-нибудь системную DLL, и на System32 поставьте систем deny на чтение, все, компьютер не включится. Почему? Чтобы система работала, система погружает разные DLL, LSI работает в контексте систем, она хочет подгрузить DLL, хочет подгрузить winlogan, winlogan хочет подгрузить какую-нибудь DLL, которая покажет введите логин, пароль, а туда прав нету, все, система сразу умерла. разрешение на систем ставить можно, и если системе прав не хватает на какую-нибудь FZ, DLL, она работать не может, и опять-таки сказать не может, влоги записать не может, потому что в DLL это функция, которая влоге что-то пишет, очень страшное дело. Но, как мы видим, систем с точки зрения разрешений обычный пользователь. Вот, пожалуй, все, что можно сказать про аутентификацию, про вход в и как мы видели, что есть разные типы входа, они больше для пользователя, а система, она может зайти вот с типом 0, когда она включилась, и также она может зайти пакетно, как служба, а интерактивно точно зайти не может, просто потому, что она не знает свой пароль, LSA не знает пароль систем, он не хранится ни в сами, ни в НТДС, ни в акте в директоре не хранится, ни в локальном компьютере не хранится, поэтому, если вы говорите, я сейчас зайду локально, не получится. Но, если вы зайдете на YouTube, меня там поищите, там есть канал, где, если компьютеры ведут себя не так, как от них ожидается, я вот это замечу, и что-нибудь так вот себе запишу. можно на YouTube зайти, меня найти, у меня и сайт отдельно есть, и на YouTube можно меня находить, и если компьютеры ведут себя не так, как от них ожидается, у меня видюшки разные, я вот в виде коротенькой видюшки запишу, видите, минутка, 45 секунд, смотрит, как смешно, и загадки иногда люблю загадывать, а вот с чего все начиналось, все начиналось вот с самого первой, самой первой видюшки, можно ее сейчас вместе посмотреть, здесь суть ее довольно проста, она со звуком, но и без звука тоже можно посмотреть, я говорю, вот смотрите, я вот тут учетную запись систем имею, качество можно сделать получше, и вот имею контекст учетной записи систем, после эксплойта так может быть, вот, who am I и int authority system, вот, ну, а дальше я говорю, смотрите, как интересно бывает, интересно бывает вот так вот, что я выхожу из системы, вышел из системы, и теперь обратно захожу, но оказывается, вот здесь уже дежурит у меня систем, я захожу в систем, и вот учетная запись систем, у меня вот так вот интерактивно залогинилась, как такое может быть, люблю такой вопрос задавать студентам, это, вроде бы не может быть, да, вот только что учили, что не может логиниться учетная запись систем, а тут не показываешь, что систем интерактивно заходит, ну, как такое может быть, ну, это вот не хакинг-видео, это вот такое хакинг-видео, как я называю, потому что это ответ очень простой, и хакинг-видео еще называется, и, во-первых, здесь ответ простой, он знаете какой, здесь просто я создал аккаунт, и там буква Е русская, и все, и вот мы заходим, как будто бы с учетной записью систем, а Е у нас русская, и все весело смеются, да, как же так, мы думали-думали, изучили все типы входа, ты зашел интерактивно учетной записью систем, мы думали, как систем зашла интерактивно, а ты говоришь, я создал аккаунт, буква Е русская, да, но, во-первых, это так, действительно, но есть тонкость, вот когда я видюшку показываю, если вот вы здесь посмотрите, я говорю, а вот смотрите, вот сюда вот встадим, я вот пишу who am I in the authority system, а first name всех компьютер, и вот мои видюшки, они хотят вас воодушевить на то, чтобы вы не только их там посмотрели, разгадали, ну и повторили, вот у вас есть какая-нибудь виртуальная машинка дома, да, у вас куча, давайте, создайте так, учетную, создайте так пользователя, чтобы написать who am I было nt authority system, а чтобы написать host name, там было написано всех 2012, да, как так сделать, а может быть кто из присутствующих скажет, как так сделать, это снова шутка, это снова что-то такое, что выходит за пределы того, что мы изучили, что мы прочитали, да, вот мы читали, 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 50 глав прочитали, а объяснения все равно нет, как я могу сделать так, сделать учетную запись систем, да, и пишу who am I, чтобы было nt authority system, а тут же имя компьютера указывается, а у меня видео смотрим, у меня написано nt authority, напишет мне кто-нибудь в чат, понятно, да, вот у вас есть загадка, вы ее прям четко видите, вы можете еще раз пересмотреть видео, говорить, да, вот он зашел интерактивный систем, мы еще раз семинар пересмотрим, тип входа в систему бывает интерактивный, сетевой, пакетный, в виде службы, в виде разблокирования, по сети с открытыми данными, с новыми длительными данными, по RDP и по кэшу, систем интерактивно зайти никак не может, потому что снова перечитали MSDN, LSA тыкается либо в NTDS, либо в SAM, а там системов тоже нету, как, да, непонятно, но у вас есть все, у вас есть Google, у вас есть Яндекс, что угодно можно спрашивать, как вы спросите, как сделать так, вам Google скажет, идите в этот вот MSDN читайте, а в чем юмор, а юмор в том, что я переименовал компьютер, и назвал его не SEA 2012, я назвал его NT AUTHORITY, вот и все, а как же ты пишешь хостнейм и там SEA 2012, опять загадка, видите, да, вот если вы начнете за мной повторять, вы скажете, да, NT AUTHORITY, как же сделать так, чтобы компьютер назывался NT AUTHORITY, а чтобы хостнейм выдавал SEA 2012, А здесь отгадка такая, я NT AUTHORITY переименовал, перезагрузился, он здесь прописался, потом я компьютер переименовал и не перезагрузился, это показывает старое имя, who am I, а хостнейм показывает новое имя, а вот в чем делаю, опять не то, смотрите, в NT AUTHORITY хочу переименовать компьютер, а он говорит, я твой юмор не понимаю, ты не можешь назвать компьютер NT AUTHORITY, там пробелы, но как же так, открываем видео, перечитываем, как же вот who am I NT AUTHORITY, тут написано, можно на весь экран увидеть, да, вот NT AUTHORITY, а как я так сделал, напишите мне кто-нибудь в чат, кто присутствует на семинаре, как я сделал так, что интерактивно можно зайти, ведь нельзя назвать компьютер NT AUTHORITY, видите, сопротивляется, опять-таки, вот вам Google, Яндекс, звонок другу, помощь зала, как переименовать компьютер, чтобы он назывался NT AUTHORITY, потому что иначе не получается, опять не гуглиться, но, ну, может быть, кто-то вот, вот пишет мне, там непечатный символ, вот, смотрите, пишу ALT 255, ОК, О, теперь, у тебя опасно, опасно, но все-таки можно, ну, опять-таки, 12 сервер, может быть, нельзя, а семерку можно, давайте покажу, зайду и скажу, хочу переименовать компьютер, назывался SEX-7, называйся NT AUTHORITY, NT ALT 255, AUTHORITY, он говорит, что-то не такие символы, все равно, ладно, ну, видите, семерка уже переименовывается, говорит, хорошо, NT AUTHORITY, так NT AUTHORITY, вот, вы можете, хоть на Ютубе, посмотреть, видео, что их много достаточно, мы увидели, что есть учетная запись систем, что она управляет различными типами входа, мы по ним прошли, и если мы видим, что есть что-то, что можно получить, всегда есть что-то, что находится выше того, что можно получить, вот тут начинается хакинг, вот тут мы придем и скажем, теория это вот, то, что можно выучить, а хакинг это то, что элемент неожиданности, вот после того, как вы выучили архитектуру, вы выучили, что есть LSA, что есть WinLogan, протоколы аутентификации, и если вдруг что-то идет не так, то элемент неожиданности есть хакинг. Может быть остались какие-то вопросы, хорошее время их задать. Ну, а если вопросов нет, тогда у меня вопросы. Вот смотрите, вот у меня правда тормозит, это десятка, но это просто тут что-то ресурсов не хватает. Смотрите, что я вам сейчас показываю. Кто я такой? Я администратор, видите, да? Это мой реальный компьютер. Теперь выходим. И вот теперь я выхожу, смотрите, у меня есть администратор, а систем уже дежурит. Причем здесь даже русский язык не установлен, здесь реально E английское. Я сюда захожу, эту вот учетную запись систем выбираю, и вы скажете, а, ну, мы этот прикольчик знаем, да, наверное, там буква E русская, наверное, систем-то не настоящая. Но смотрите, что я вам покажу. Я вам не просто так who am I напишу, а напишу who am I и еще юзер напишу, чтобы сид нам показали. И как мы видим, 1.5.18 это сид учетной записи систем, как мы видели, не 1.5.21, а именно 1.5.18. То есть я зашел в систему реально с учетной записью систем. И имею не какую-то там гипотетически подделанную учетку, а совершенно реально контекст систем имею. Могу еще раз сказать, ну, кого-то редактор реестра, локал машин, сам. Сам кто может смотреть? Сам может только систем смотреть. full control администраторам, да, их там никому нельзя, а вот я вот здесь, вот видите, всех могу смотреть, в разрешении посмотреть, вот видите, администраторам даже читать нельзя, систем full control, да, а я читаю. То есть я реально имею учетную запись систем, это я. И вот, если сказать who am I с ключиком all, самая настоящая система, никаких фокусов, ничего тут нету, это вот она как и есть. И еще раз показываю. Выхожу и снова захожу в систему. И вот опять-таки, видите, интерактивно захожу, да, вот администратор, вот система, кем зайти? Администратор, пароль надо знать, а систем, вот она тут дежурит, я взял, зашел, welcome, и здесь интерактивно захожу. Вот вы мне освоите то, что я вам рассказал, если вы скажете, о, я теперь чувствую подмену. Конечно, ни один хакер мира не может сделать так, чтобы систем вот так вот интерактивно заходило, потому что, еще раз считаем MSDM, там точно написано LSA, если хочешь, только перекомпилируй LSA, только тогда ты это победишь, но я это не перекомпилировал. Значит, где-то я подменил, то есть я спрятал учетную запись и в этот момент достал учетную запись систем. Ну, где-то оно произошло, при этом, видите, как смешно, кто я такой, да, реально пользователь систем. Систем никак не логинится интерактивно, потому что она может зайти пакетно, службой или типом 0. У меня вот тут вот получается. Ну, и давайте так сделаем. Время нашего веб-семинара подходит к концу. Если вы здесь присутствуете, у нас еще будет какое-то время, мы с вами пообсуждаем, как такое может быть, как ты этого добился, в чем секрет фокуса. Ну, а если потом записи будете смотреть и будет еще какое-то время перед тем, как идти на курсы, вы не стесняетесь любой вопрос задать мне лично. Меня вы можете найти в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Вот, если будут какие-то вопросы, предложения, всегда пожалуйста, всегда открытые для контактов. ну, и так же всегда добро пожаловать в Центр компьютерного обучения специалистов, на курсы по этичному хакингу и по другим курсам, где мы изучаем более глубоко и архитектуру системы, и то, как она устроит, и как ее защищать, и как она может быть атакована. всем успехов в применении полученных знаний, на этом официально веб-семинар будем закрывать, ну, а если остались какие-то вопросы среди присутствующих, тех, кто удаленно подключился, то у нас есть еще несколько минут, чтобы пообщаться, эти вопросы пообсуждать. Еще раз всем спасибо, что присутствовали на нашем семинаре, всегда добро пожаловать в Центр Специалист, и успехов в применении знаний. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова